Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Почему звезда ликвидации Александр Голубев не смог сохранить свой брак с дочерью известного режиссера и популярной актрисой? Этот актер не любит говорить о личной жизни и все свои интервью выводят в плоскость творчества. В этой области ему явно есть чем гордиться. На счету у Александра Голубева более 50 сыгранных ролей в кино, и сериалах, и множество завоеванных наград за отлично сыгранные роли, в том числе и за Алешу Карамазова в экранизации знаменитого романа Федора Достоевского. А вот в личной жизни у этого актера не все так радужно. Он был женат на дочери известного режиссера Сергея Урсуляка Александре, стал отцом двух замечательных дочерей Анны и Анастасии, но не смог сохранить свой брак. Александр родился и вырос в Москве, и в общем-то ничем не отличался от своих ровесников. Учиться парень не любил, и даже сегодня не смог бы назвать ни одного школьного предмета, который вызывал бы у него интерес. Даже мама будущего актера, учительница русского языка и литературы, не смогла привлечь его внимание к книгам, за что он благодарен ей и сегодня. По словам Александра, мама не заставляла его читать и не принуждала к изучению русской классики, поэтому и развела у него нелюбовь к литературе. Все произведения школьной программы он прочитал по собственному желанию и в осознанном возрасте. При этом получил колоссальное удовольствие от процесса и, как ни странно, впоследствии полюбил книги. Нельзя сказать, что Александр стремился стать актером, но вот на занятия в детский театр Бэмби, созданный Натальей Бондарчук, ходил с большим желанием. И с 13 лет его уже вполне можно было назвать настоящим актером. У юных воспитанников Бэмби было все по-настоящему – теоретические занятия по мастерству и речи, хореография, репетиции и даже гастроли с довольно жестким графиком. Десятилетку он окончил экстерном, но вот в школу-студию МХАТ, куда попытался поступить Александр, его не приняли, справедливо рассудив, что программа вуза и довольно напряженные репетиции станут для 15-летнего парня непосильной ношей. Его не допустили даже к творческим испытаниям, посоветовали подготовиться и приходить через год. Но спустя год юноша, прислушавшись к совету мамы, поступил уже во ВГИК – мастерскую Виталия Соломина. Актер и сегодня благодарен мастеру за его уроки. При поступлении Александр считал себя опытным актером, ведь помимо работы в Бэмби, за его плечами уже были съемки в детском кукольно-игровом сериале «Котовасия». Однако работа с Виталием Мефодьевичем показала Александру, насколько мешают раскрыться таланту его собственные комплексы и в каком направлении следует двигаться, чтобы добиться настоящего успеха. Получая одновременно удовольствие от самого процесса. В выпускных спектаклях Александр играл главные роли. При этом еще с третьего курса он принимал участие в антерпризных спектаклях. А после окончания вуза его приняли в труппу МХАТ имени Чехова. В студенческие годы он снялся в нескольких телесериалах, а прорывом для актера стала работа в сериале «Курсанты», где он сыграл одну из ключевых ролей. После этого его заметили и режиссеры, и зрители. Вслед за «Курсантами» на экраны вышел фильм «Полный вперед», в котором актеру досталась роль телохранителя. Именно во время работы над этим проектом он и познакомился с Александрой Урсуляк, дочерью известного режиссера. Актеры очень быстро нашли общий язык. Дружеские отношения на площадке переросли во взаимную симпатию, а после и в более глубокие чувства. Александру и Александре было тогда по 21 году, и они оба решили, что уже вполне готовы к семейной жизни. Вскоре уже они праздновали свое бракосочетание, с которым отец Сергей Урсуляк поздравил дочь и ее избранника, подписав конверт с деньгами. Дорогие дети, поздравляю вас с вашим первым браком. Конечно, это была шутка, но, как оказалось, с долей правды. Молодые супруги на самом деле были счастливы. Особенно актер радовался появлению на свет дочерей Анны и Анастасии. Он и сегодня вспоминает, как в 2006 году, когда в роддоме нянечка вывезла ему старшую дочь Анну, он посмотрел на нее и просто сказал «Увозите». Лишь оставшись, один актер понял, что стал отцом, и его накрыло неописуемое ощущение полета и счастья. При этом фоном он думал о том, как сильно отличались эмоции, которые он играл за две недели до этого в сериале «Девять месяцев» и те, что он почувствовал в момент рождения собственного ребенка. Через два года у него появилась возможность еще раз пережить подобный восторг, когда родилась его младшая дочь Анастасия. А вот семью сохранить он так и не смог. Его брак с Александрой Урсуляк продлился всего шесть лет. По словам коллег и знакомых, актер виной всему была любовь к его разгольному образу жизни. Якобы после женитьбы он не отказался ни от обильных возлияний с приятелями, ни от времяпровождения с девушками, которые рады оказывать знаки внимания известному актеру. Какое-то время жена Голубева прощала его и закрывала глаза на периодические загулы. Но после того, как он в очередной раз увлекся юной особой, она решила развестись. К счастью, расстались супруги без ссор и публичных скандалов и даже смогли сохранить нормальные взаимоотношения ради детей. После развода Александр без внимания женщин не остался. Правда, на какое-то время он исчез с экрана, только в театре продолжал играть. Но потом, как птица Феникс, возродился к новой жизни и стал сниматься еще больше. Количество поклонниц Александра ничуть не уменьшилось, а сам актер привычно старается держать подробности своей личной жизни вне поля зрения общественности. Он даже на интервью соглашается крайне редко, но если соглашается, все равно отказывается от обсуждения вопросов его личной жизни вне съемочной площадки. Однажды он все же рассказал и о бывшей жене, и о дочери. С Александрой актер сохраняет дружеские отношения не только ради детей. По его мнению, его бывшая супруга – женщина во всех смыслах потрясающая. Она прекрасная жена, заботливая мама и очень талантливая актриса. Жаль, что он понял это слишком поздно. Голубев следит за ее профессиональными успехами и не забывает поздравить с победами и радуется каждому ее удачному выступлению. Он называет Александру масштабной личностью и бесконечно ею восхищается. Актер даже мысли не допускал о том, чтобы перестать видеть с дочерями или отказаться от финансовой помощи им. Александр оказался очень ответственным отцом. Он старается уделять дочерям все свободное время и с удивлением следит за тем, как быстро они растут. И старается не пропустить ни одного момента очень важного в их жизни. При первой же возможности он сам отводит девочек на занятия в спортивной секции. Старается встречать после урока в школе. При этом, что сам он живет сейчас за городом, а дочери с мамой в Москве. Актер старается выстраивать диалог с Анной и Анастасией так, как будто он разговаривает со взрослыми детьми. И дочери это очень ценят. Они с удовольствием проводят время с отцом и очень его любят. Это по его настоянию они стали заниматься кикбоксингом, а после перешли на кудо. У родителей с девочками есть договоренность. Даже если Ане и Анастасии что-то не нравится, они продолжат это делать под чутким руководством родителей до 19 лет. А уже потом вправе выбирать увлечение по собственному усмотрению. По словам Александра, каждая минута, проведенная с детьми, для него время особой радости и счастья. Он по-прежнему много снимается в кино, однако ни за что не променяет время провождения за черми на эфемерный будущий успех или даже возможность получить высокий гонорар. После развода Александр так и не женился, хотя от отсутствия внимания со стороны женщин по-прежнему не страдает. Он не любит светские мероприятия и категорически отказывается от создания своих страниц в соцсетях, предпочитая живое общение. Одной из важных работ Александра стали съемки в сериале «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка. Снимал с ним и дочь режиссера Александра, хотя было время, когда отец не верил в талант собственной дочери и отказывался ее снимать. Мне, в свою очередь, хочется пожелать талантливому актеру счастья в личной жизни, успехов в творчестве, новых интересных проектов и, конечно же, огромное количество главных ролей. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого артиста. А я всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения, ангелов-хранителей, успехов всегда и во всем. До новых встреч и всем пока-пока.